Я вот сегодня задумался, а вообще какая стоимость кофе в Новой Зеландии? Оказывается, large latte, это в принципе стандартно, это то, что я обычно пью, стоит, по-моему, 6,20. Это слегка завышенная цена, ребят. Но сейчас не об этом. Возможно, кому-то интересно, почему я, собственно, вот так вот выгляжу и почему я перестал бриться. Может, кто-то из вас знаком с таким концептом, как no shave November. Это, в общем-то, возможность обратить внимание на рак путем отращивания волос на вашем лице. Потому что очень многие люди, которые болеют раком, теряют волосы. И так или иначе это привлекает внимание. Этот концепт, которому я уже следую порядка двух или трех лет, мне очень нравится сама идея. Это прекрасная возможность именно как бы показать свою поддержку, пожертвовать деньги, которые идут на, собственно, бритье, на все гели, бритвы и тому подобное в Cancer Society или в общество, которое борется с раком. Снимаешь меня, как я тебя снимаю? Да, конечно. Давай, цокнемся. Приехали в какое-то место, где можно попробовать сыр. Видите, там все продается. Ребят, мы приехали в Waifu Caves. Вот там вот на знаке видно, я надеюсь. Мы сейчас поедем смотреть на Glow Worms. Мы сейчас поедем смотреть на светлячков, которые живут в пещерах, в горе. Нам придется перелезть немного по воде, пройти. Там будет куча грязи, поэтому мы сейчас будем переодеваться. И я уже не смогу быть такой вот вообще весь красивый. Буду весь в грязи. Мы сейчас идем в самое пекло, в самую грязь, смотреть на этих гребаных червей. Все, мы заходим в пещеру. Зашли. Вау. Это около 100 метров. 100 метров так же? Да. Окей, спасибо. Где ты отходишь? Мы из Украины. Украина? Да, мы из Украины. У нас есть много восточных европейских территорий. Да, точно. Это классный. Мы просто ресурсовные люди, которые не хотят платить. Они будут работать так. Да. Это очень много. Так, друзья, как видите, здесь очень темно. И здесь, в общем-то, нам нужно перейти на ту сторону. Здесь скользко, здесь мокро. И мерзко. И мерзко. И вообще, чего ты хотел? Это пещеры, чувак. Ребята, я попробую все-таки по кирпичикам пройти. Да нет, ну что? Жесткие жести. Алекс, мне кажется, стратегия имидж все, жизнь ничто для Новозеландии не подходит, реально. Что, летают? Это, чувак, это летучие мыши. Здесь куча людей, видите. Все ходят с фонариками. Да, не забудьте реально взять фонарик, потому что вам вообще ничего не видно. И тут очень много грязи. Возьмите с собой резиновые сапоги какие-нибудь, в конце концов. Дима, давай. Отличный кадр будет, ребята. Здравствуйте. Видите вот эту вот штуку? Вот эту штуку? Это вот оно. Это вот этот glowworms. И вот их там целая куча, видите? Вот синие. Синие вот эти все точки. Ура, выход. Вот там вот. Мы идем туда. Обратно на выход. И едем к Фангарей. Смотреть, что интересного нам предложит самый северный, самый крупный северный остров Новой Зеландии. Свежий воздух. Скажи мне, пожалуйста, что крутого в том, чтобы прийти в нормальные обуви, испачкать ее и посмотреть на каких-то светлячков? Ну, это ж Новая Зеландия, детка. Это ж вот за этим сюда люди и едут, на самом деле. А зачем сюда еще ехать? Для того, чтобы здесь ходить в театры, их здесь нет. Для того, чтобы смотреть архитектуру, ее здесь нет. Поэтому именно вот за таким экспириенсом вам и надо ехать в Новую Зеландию. Один момент, на который я хотел обратить внимание, то, что здесь, как и во многих местах, в которые вы можете поехать в Новой Зеландии, есть туалет. Что, в общем-то, мелочь, но приятная. То есть ты за гребаные 3-9 земель от дороги, от вообще цивилизации, и тут вуаля, туалет с душиком, с туалетной бумагой. Все как положено. Было бы, конечно, плохо, если туалетной бумаги не было. Все, ребят, мы переоделись, и сейчас едем в Фангарей. Очень крутой экспириенс. Мне очень сильно понравился Вайпу Кейвс. И мы, возможно, обязательно сюда вернемся с какими-то более серьезными, мощными фонарями и с более серьезной фототехникой. Поехали! Мы подобрались в Фангарей и ходим по улице, и пугаем сейчас людей своими камерами на селфи-палках. Вот. Куда мы пойдем? Где все? Куда? Квейстерс. Крем-чиз, авокадо, бата... А, томатами, главное. Это breakfast до пяти. Гуд. Экс-бенедикт с лососем. Где он там? Где Экс-бенни? А, видите, Рася, 20 баксов. А, вот, 20, да. 20 долларов Экс-бенедикт с лососем. А вот это стоит 20 долларов в новозеландских. Вот это чудо. А может, и дороже, потому что они меня спросили, а шпинат вы не хотите? Я сказал, хочу. А вот это 14, да? Вот это 14 омлет, 14 баксов. Саша, свое чудо, сколько? 16, наверное, да. 16 долларов. Ну, короче, это... Просто, чтобы понимали. Такой себе типичный волкин трек до подножья водопада. Что, кстати, классно, это то, что в Новой Зеландии обычно даже вот такие какие-то тропы, там, горные, они, в принципе, неплохо оборудуют это все дело. Они строят заборчики, как видите, ступеньки делают. То есть, можно было бы все оставить, как есть. Можно было бы просто оставить тропинку. Тем не менее, все делается, все строится. В общем-то, деньги налогоплательщиков хоть куда-то здесь тратятся. На самом деле, мне нравится здесь, что не нужно идти особо далеко от парковки. Все находится очень близко. Водопад очень красивый. И самое интересное, это то, что он реально находится в городе. Вам не нужно выезжать из города для того, чтобы эту красоту увидеть. И да, действительно, как бы природа именно Новой Зеландии, это, наверное, самый большой плюс Новой Зеландии. Вот и все. Наше путешествие в Ангаре подошло к концу. И, в общем-то, сейчас мы уже будем ехать в Огландо. Мы встали. Будем смотреть фильм, отдыхать. Я надеюсь, вам это путешествие очень понравилось. До скорых встреч, ребята. Продолжение следует...